Моё большое почтение всем вам, камрады! С вами снова Блэквинг, и сегодня у нас должен быть последний бой в Jagged Alliance 2 1.13 с модом Urban House на улучшенном искусственном интеллекте от 7. Но, как вы уже правильно поняли, сегодня у нас его не будет. Сегодня у нас рубрика, которую я назвал «Дам», она же диванно-авторитетное мнение, если полностью. И в этой самой рубрике я озвучиваю свои мысли и эмоции по поводу пройденных игр или же модификаций. Да, вы можете обвинить меня в малодушии, забросать дизами, отписаться от меня. Я вас прекрасно понимаю и не стану осуждать или ещё что-то в этом духе. Я признаю, что я не могу уже допройти мод до конца, просто потому, что я решил за кадром спуститься в бункер королевы. И то, что я там увидел, повергло меня в такой шок, что я не захотел его проходить вообще дальше. Для начала давайте-ка вспомним немножечко классическую Jagged, потому что Jagged сказал мне, мол, что ты удивляешься количеству бойцов противника, которые ещё были в классике на самом тяжёлом уровне сложности, тоже 20 бойцов. Хорошо. Ну давайте вспомним, во-первых, масштабы королевского дворца. Вспомним эту карту и посмотрим на последнюю карту, в которой укрывается королева, в Urban House. Как они здесь спрессованы. Забросай две гранаты, всё. Там они сидели в дворце и на территории дворца. Было трудно, если вы помните. Во-вторых, если вы вспомните вооружение королевской гвардии, а это были ракетные винтовки, экспериментальные ракетные винтовки, подчёркиваю, которые у игрока могут быть всего лишь в двух экземплярах. Один из них у Игоря Палкина. И второй, если ты скрытно подошёл в город Трой. Если ты туда скрытно зашёл и, соответственно, смог пробраться к кнопке и не дать бойцам противника взорвать её. И чем вооружена охрана королевы здесь? Да, в классической джаге тоже был бункер, если вы не зачистили его по какой-то причине. В садах королевы там был тайный вход. Но здесь бункер заскриптованный, поэтому с толкновениями с бойцами противника не избежать. Да, я не спорю. Ну, сейчас мы спускаемся туда. Я делаю то, что я не делал никогда. Да, я активирую режим читов. И покажу вам, что меня очень разочаровало. Королева стоит здесь, да. Но ко мне приезжала подруга, как я уже сказал, наверное. Которая не смотрит джагу, но в то же самое время смотрит кое-что другое у меня. Кое-какие другие выпуски. И она сказала, что я понимаю твою реакцию, я её вижу. И даже я, который не смотрю этот мод и не знакома с ним, я его уже ненавижу. Всё дело в том, что помимо вооружения охраны королевы, королева сама заспавнилась в текстурах. Она видела это. Я видел это. Я обшарил здесь каждый миллиметр с зажатым контуром в попытках найти какую-то скрытую дверь. Потому что бывает такое, что у меня не подсвечиваются контуры двери. Я нажал на каждую кнопку, которая здесь была. И никак к ней не подойти было. То есть вы представьте мою реакцию, если я бы на записи зачистил здесь всё. И потом бы обыскал весь бункер. Каждый миллиметр. И потом бы выяснилось, что она просто заспавнилась в текстурах. Возможно это редкий баг, да, я не спорю. Но давайте ещё немножечко скажу про королеву. Помните Дейдрану? Да, она могла по скрипту не нападать на вас, оставаясь нейтральной. Но такое случается. Да и по её характеру видно, что она психопатка. Что это можно тоже спустить на особенности её характера. Но в то же самое время вспомните, чем была вооружена Дейдрана. И в чём она была. И в чём она была. Какая на ней была экипировка. Спектра, обработанная составом 18. Полная спектра составом 18. Самая лучшая броня. Автоматическая ракетная винтовка. Единственный экземпляр. Я боялся к ней, когда я первый раз проходил Джаку. И когда она запульнула в меня целой очередью. Я потерял бойца. Я ошалел. Я боялся к ней подходить. Серьёзно. Здесь Бренда вооружена одним пистолетиком. Одним пистолетиком. После выстрела которого она падает без сил. После того, что мы... То есть я и моя подруга увидели. Нам пришлось искать суперклей, чтобы приклеить челюсти обратно. Естественно, я сейчас дойду до неё. Я сейчас покажу её. Но в то же самое время, чем вооружена её гвардия? Чем вооружена её охрана? МП5. МП5. Пистолеты, пулемёты. Скажем так, четверть прогресса. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять. Да, может раздача оружия у кого-нибудь там быть АВМ или ещё что-то. Но в то же самое время. Девять МП5. Дальше. Ксюхи. То есть АКС-74У. Которые тоже где-то четверть прогресса. АКМ. Ну, вижу один. Один. АК-12У. Под патрон 6.8. Один РПК. Две ЦЗ. Броня. Ну да, им выдали спектру. Казак-6. Но в то же самое время, при таком вооружении, мы их просто расстреляем. Что мешало выдать им те же самые хеклеры G-15, которые у меня. Которые дисбалансны только потому, что мои бойцы стреляют с отсечкой и практически без отдачи. Да ничто не мешало. Да выдать те же самые сибурки, которые тратят всего лишь 5-5 очков действия за перезарядку. Ничто не мешало это сделать. Но, выдали то, что выдали. И дальше. Мы сейчас просто проходим по всей карте. Я показываю, что здесь вообще есть. И заодно говорю, почему я тоже не захотел здесь проходить дальше. Во-первых, если вы вспомните бункер Дейдраны. А там, скажем так, бойцы противника были расставлены так, что ты не пройдешь. Что ты не обойдешь их. Ты в любом случае придется тебе... В любом случае тебе придется с ними сталкиваться и с ними воевать. Хорошо. Здесь я могу понять это. Здесь точно так же можно бойцов противника просто обойти. Банально обойти. Потому что мы знаем, что искусственный интеллект от Севена имеет режим борзости до того момента, пока ты не отстрелишь какое-то количество бойцов. После этого они врубают режим засадников. Они сидят на месте, держат дверь на прицеле. И хоть сколько бойцов ты выстроил здесь в линию, вскинутыми, вскинутыми подчеркиваю. Если ты попытаешься открыть дверь, тебе прилетит очередь. Неважно, делай ты это в свой ход. Делай ты это не в свой ход. Тебе прилетит очередь по морде. И согласись, очень обидно терять бойца, которого ты, скажем так, ввел с самого начала кампании, которую ты прокачивал. Обидно его терять просто потому, что остался последний противник, которого нужно добить. И он сидит в туалете и держит дверку на прицеле. Меня обвиняют, конечно, в том, что я использую имбалансного шпиона. Допустим. Но как мне быть, если я не могу никак иначе выкурить этих самых туалетчиков, которые, допустим, сидят вот здесь вот. Двери не взрываются в бункере. Взрывчатки у меня нету. Понятное дело, что это мои проблемы. Но ты не можешь знать дело. Дальше. Вот мы заходим и видим все, что здесь имеется. Допустим, сидит противник здесь. Он последний. Королева находится здесь. Зачем я буду его убивать? Зачем я буду открывать дверь и лезть на рожон? Правильно. Незачем. Дальше. Мы сами прекрасно знаем, что в бункере Дейдраны были ловушки. Были мины, да. Это мы прекрасно помнили. Здесь мин нету вообще. Абсолютно. То есть ты просто гуляешь по всему бункеру и тебе вообще до лампочки все это. Как можно так делать? Я не могу понять. Мы продолжаем гулять по бункеру. Я просто показываю. То, что противник здесь может просто сидеть в углах. И ничего ему за это не будет. Вот, кстати, это самое место, где вот королева тогда стояла вот здесь вот. Когда она забагалась. То есть вот здесь вот была она здесь. За стеной. Скорее всего, она должна была заспавниться здесь в своем кабинете. Но она была заспавнена за стенкой. Как я уже не раз упоминал. Вот здесь есть элементарная канализация. То есть можно было спокойно мне поисследовать здесь все. Я мог обойти здесь всех противников, которые здесь сидели. Просто через канализацию. И просто выйти сразу к королеве. То есть вот она. Вот он, проход. Вы понимаете масштаб, да? То, что в классической джаге... Ты не мог обойти королевскую гвардию. Королевскую охрану. Здесь отстрели нескольких. Они включат режим. Сидение в сортире. И все. И ты их можешь спокойно обходить. И не трогать. Я не знаю, как это все можно было сделать. Здесь сейчас у меня подойдут еще бойцы. Еще бойцы. А хотя... Мы сейчас увидим Брэнду. Сгорева думе со своими друзьями. Смотрите. Видите? Один выстрел со слабого пистолетика. Она падает без сил. Я уверен, что если я сейчас выстрелю в нее с одиночного... Я ее пришибу сразу же. Нет, смотри-ка. Ну орет она-то как в порнографии. Но тем не менее она падает без сил. И ты можешь ее спокойно запинать. То есть я все это время хотел экономить шелковые. Чтобы оглушить ее. А мне понадобится только выстрел. Она слегка царапает. Все. Мы ее сейчас спокойно расстреливаем. Да, она может быть закована тоже в спектру. Ну и все. Каска, жилет, все. Я даже сейчас ради интереса подойду к ней и посмотрю, что на ней надета. Я потрачу ход, а она все равно без сил. Но у меня не подсказывает, что в ней. Но халтуру сами понимаете. С выстрела из пистолетика падать без сил. Вспомните Дейдрану, которая здесь... Кстати, последний вот этот, скажем так, вот этот последний кусочек... Хе, этот последний кусочек... Начисто слизанное... Скажем так, начисто слизанное убежище Дейдраны. Забавно, правда? Добиваем ее. Я подвожу все итоги. То есть вы сами прекрасно можете меня понять после того, что я здесь увидим. Слава богу, с этой некомпетентной президенткой на мой трон покончила. Вы, ребята, сделали отличную работу, убрав ее. Так как вы создали новую вакансию, то, похоже, Данубия требует для себя новую королеву. И вот так Данубия превратилась в Амертон. Данубия свободна от бренда и режима. Итак, вам хочется вернуть на трон Дейдрану, или у вас есть выбор получше? Вот вам специальная награда. Бесплатный эталон на посещение моих салонов красоты, пожалуйста, без шуток. Годовой рецепт на бесплатный крепоту на приглашение на мою коронацию. Ха-ха-ха, Дейдрана жива. Она никогда не перестанет пытаться, правда? Она неисправимая женщина. И для вас будет еще больше работы. Но сначала примите мои поздравления. Вы нанесли по-злочередный удар. От лица команды МОД СКУАД Спасибо всем, кто вложил свою лепту. Ага, это самая команда и разрабатывала МОД, я так полагаю, да? Скорее всего. Просто дослушаем поздравительные речи. Ага, мы им показали, кто в доме хозяин. И знаешь, друг, я тебе скажу, ты прошел большой путь с того дня, как мы высадились в Амерте. Было здорово во всем это поучаствовать. Здорово опять оказаться с тобой седле. Я пойду с тобой на любое дело, напарник. И обещаю, что вышел тебе контрамарки на любой с твоей фильм для семейного просмотра. Вот так. Я всегда знала, что мы справимся. Мы с тобой. Что ж, мы начали путь в тот день в Амерте. Ни разу не оглянулись назад. Спасибо за полученный опыт. Отец у меня Берлин брал. Да. А я вот Африку защищаю. Наследственность. Готово. Будет о чем вспомнить. Что ж, мы были вместе с самого начала. Сколько воды утекло. Кажется, сто лет прошло. Черт. У меня такое чувство, будто я обязан тебе своим рождением. Спасибо. Это моя первая операция. Я с гордостью признаю, что вы помогли мне с ней справиться. Отличная работа. От начала до конца. Это была моя первая миссия. Я горда пройти через все от начала до конца. Прекрасное завершение дела. Не спрашивай, что твоя страна сможет сделать для тебя. Спроси, сколько нулей присутствует на вашем чеке. Можно пойду домой? Нет ничего лучше, чем стоять друг за другом в горе и в радости, а? Спасибо за все. Вы знаете о чем я. Я ведь здесь с первого дня. Не с первого. Непобедимо в бою, несравненно в работе. Я потрясена, восхищена и удовлетворена своими достижениями. Это именно то, чего я ожидала от тебя. Ай, чего я всегда от тебя ожидала. Я был на твоей стороне, поэтому у них не было ни шанса. Приятно сражаться, когда ты знаешь, что меняешь мир к лучшему. Такое же ощущение возникает после чистой и успешной проведенной операции. Сначала ты удаляешь опухоль. Затем у пациента наступает период реабилитации. Да-да, жаль, что здесь нет шампанского, чтобы отметить это достойным образом. И потом, хорошие друзья, это самое главное. Вот это я называю хорошей работой. Эх, я буду скучать по этим денёчкам. Впрочем, может, меня уже ждёт следующий контракт. Руки чешутся снова взяться за дело. Типа, никогда в жизни таким счастливым не был. Нет, раз было с милашкой Билли Рэй. Если б не эта корова. Ладно, неважно. Вы все меня теперь не забывайте. Пришлите открытку. Или ещё чего. Ну, наконец-то, наконец. У нас получилось. Я так и знал. Конечно, были моменты, когда вы думали, что я перетрусил. Но я-то совсем не испугался. Возможно, мы не сумели изменить мир, мой дорогой брат, но мы и ясно дали понять, кто здесь главный. Признаюсь честно, я не очень верил в успех, когда приехал сюда. Однако этот забег по окрестным деревням оказался весьма увлекателем. Если надо повторить, то я готов. Это было опасно, но бы все равно победили. Опля! Мы им показали, кто здесь хозяин. Мы, ребята, правые, юмир. Знаете, тобой, конечно, хочется, но давайте скажу. Я тут отлично повеселился. И еще будете вечеринку устраивать? Меня зовите, пацаны! Я выполнил то, зачем пришел. Теперь мне пора заняться добрыми делами. Я получил массу удовольствия. Вот и все, собственно. Ну что ж, а теперь подводим итоги прохождения этого мода. Если взять оценку сова из Гарри Поттера, если вы читали книгу «Принц полукровка», там указываются эти самые оценки. Оценки там следующие. Превосходно, выше ожидаемого, удовлетворительно. Затем идут непроходные. Слабо, отвратительно и тролль. И, по моему мнению, «Урбан Хаос» заслуживает оценки. Отвратительно. На удивление, да? Чем она заслужила такую мою ненависть? Я не раз и не два упоминал баланс, который здесь сделан просто отвратительно. Я не раз это говорил. И это было видно. И это было слышно. Никогда, нигде не подкручивал прогресс, чтобы на прогрессе. В 30. Когда в другом оружейном моде бойцы противника уже вовсе бегают с автоматами и с минометами. Я никогда не подкручивал прогресс, чтобы избавиться от мелкашек. От мелкашек Карлу. Это просто отвратительно. Ну и вдобавок ко всему, вы сами видели то, как себя повела Бренда. И сами видели. И сами видели вооружение всех ее гвардейцев и всего остального. И вот это защищает королеву. 94 серии на это потратил. То есть баланс здесь просто отвратительнейшим образом. Если вспомнить количество, скажем так, столкновений, в которых действительно было напряжение, их можно пересчитать по пальцам. Да, было 2-3, по-моему, масштабной операции. Но все-таки этого совсем мало. Для стольких серий этого очень мало. Бренда совершенно пассивная. Да, это даже на форуме отмечали, что она очень сильно пассивная. После того, как мы взяли Трой и Королевский дворец. Все. Никаких патрулей. Ты можешь просто не чистить все остальные... Все остальные сектора, все остальные патрули и все остальное. Тебе не обязательно здесь все освобождать. Да, сделали закос под сюжет, в котором ты не можешь сразу приехать на метро в Адриан и просто, скажем так, разобраться с королевой. За это небольшой плюсик, да. Но в то же самое время, этот сюжет сделали куцем, обрубком. То есть, вам надо просто сходить в Калисто, затем в Шаратон, чтобы выяснить все. Катаемся на метро в Роксе, где ключевой предмет опять лежит в сортире. Здесь очень много сортирного юмора. Очень много. Я отношусь к нему вполне терпимо, но не тогда, когда его слишком много. Здесь ключевой предмет, подчеркиваю, лежит в сортире. Такой халатности я не встречал. Ни разу. Дальше. После того, как ты его взял, расшифровал, а ты по-любому расшифруешь, потому что хотя бы один город, хотя бы даже в Калисто ты найдешь этот дешифратор, если я правильно помню. Ты едешь на остров. И благодаря шпиону ты можешь просто спокойно пройти и отдать эту самую дискету. И уже потом просто вернуться обратно. И не получится без скрипта подойти сразу к бункеру. Нет. В любом случае, королева будет убегать в этот самый бункер. Я не спорю. Но в то же самое время, смысл вообще штурмовать столицу, если она прячется за ней в бункере. Правильно. Смысла нету. Второй момент. Я отмечал про карты, наверное. И скажу честно, большинство из них, да, более-менее нормально. Даже хорошо нарисованы. Но некоторые карты, особенно городские, нарисованы так, что туши свет, бросай гранату это называется. Особенно некоторые городские. Если вспомнить вот эту вот карту в секторе П-11, если вспомнить некоторые другие карты. Вы поймете, почему я так говорю. Все дело в том, что сама Джага, скорее всего, движок этой самой Джаги, не совсем предрасположен к тому, чтобы делать двухэтажные здания. Не совсем предрасположен, да. А даже сейчас вот просто активирую все, что здесь имеется, чтобы просто показать. Не предрасположен. И когда ты из-за вот этого двухэтажного здания, ты не видишь, не видишь, подчеркиваю, никакого прохода, который был в том секторе П-11, который я покажу. Это нечто. Далее. Здесь вот находится световая мина, которая лежит прямо на проходе. И ты не можешь здесь не пройти ничего. Ты можешь ее просто снять и все. Один из противника сидел здесь. Ну, вы сами видите, что он здесь сидел. Он потом сместился. Когда я снял эту мину и пошел обратно, мне внезапно прилетает очередь. И за счет того, что вот здесь вот так вот сделана крыша, я не знаю, видит ли меня противник. Не видит. Можно ли здесь ожидать засады? Нельзя. Но факт в том, что я не могу пройти вперед. А назад я начал отходить по тому же самому пути, когда меня прилетела очередь. Как я тогда подошел сюда? Не знаю, как это сделано. Как это нарисовано. Некоторые карты действительно нарисованы отвратительно. Городские. Можно было получше это сделать, да. Но в то же самое время меня выбесила еще одна деталь. Это машины. Машины здесь имеют функцию глухой стены. То есть, это кусок стены, на которой натянута моделька машины. То есть, смотрите, меня обвиняли в том, что я активно использовал шпиона и камеру, термокамеру. Режим шпиона, да, он введен в 1.13, и Сэвен его хоть и старается балансировать путем нерфов, но все-таки он старается его балансировать. Я его за это не могу обсуждать. Но, вы видите вот это вот? Здесь сидит противник. И ты к нему не подберешься никак, потому что ты не знаешь, за каким из автоматов он сидит и как он смотрит. То есть, я допустим, сейчас просто выведу сюда фею, врубим режим отображения. Я покажу, что к противнику вообще не подойти. То есть, вот он сидит, развернулся, скинутый. Он смотрит вроде бы в автомат. Но в то же самое время вот здесь вот есть сектор, вот здесь вот есть сектор. А ты же, который вот сюда подошел, допустим, ты его не видишь. Абсолютно. Он для тебя в мертвой зоне. Что ты отсюда подойдешь? Что ты отсюда? Он здесь в мертвой зоне. Забрасывает все гранатами? Да гранат у меня не хватит. И вот, собственно, вот он, проход. Крыша включена. То есть, если бы я не заходил в это здание, я бы его не видел вообще. Я уже это показывал даже на серии. Как здесь понять, что здесь есть проход? Понятия не имею. Здесь есть забор. Пока ты не исследуешь это здание, ты не поймешь, что здесь есть забор. Ты никак это не поймешь. А про машины, которые здесь находятся, скажем так, в режиме глухой стены, это отдельный разговор. Если вы в реальной жизни подойдете к машине, вы через стекло как минимум увидите, что там есть. На, скажем так, на противоположном от вас конце. Если вы ляжете, вы увидите то, что располагается под днищем машины. Здесь же этого нет. Это просто глухая стена. Некоторые взорвать можно. Да, вот эти вот желтенькие машинки. Я точно помню, что одна из них взорвалась калиста. Но некоторые из них взорвать нельзя. И смысл вообще в этом самом так называемом укрытии. Что мешало поставить дерево и просто натянуть на него шкурку этой самой машины, я не понимаю. То есть, у меня тоже был момент с этим взятием сектора, когда я просто видел, что здесь есть противник. Вот, смотрите, он лежит. Здесь. Теперь смотрим его отображение. То есть, он видит вот это вот все. Мой боец вот здесь. Делаем шаг вперед. Мы не видим противника. Не видим абсолютно. Хотя в реальной жизни в положении стоит, ты его увидишь. Делаем шаг вперед. Не видно. Подходим сюда. Не видно! Но стоит нам сделать вот этот шаг. Мы увидим его. И противник, который здесь лежит в режиме перехвата насует. Да, можно обойти здесь, но я не вижу, что здесь есть забор. Я потом удивлюсь, почему у меня наемник в положении. Лежа. Не видит здесь никого. Я не знаю, что здесь забор есть. За счет того, что здесь двухэтажное здание. И это много где. Тем более, что есть некоторые двухэтажные здания, в которых ты не поймешь, как там располагаются помещения, есть ли там двери. Я точно так же в тех же самых, скажем так, боях, когда у меня очень дичайше сгорало все, я едва не разбил мышь, я признаю это честно, когда все мы эмоциональны, и когда после тяжелого дня ты пытаешься расслабиться, у тебя это не получается. Здесь я просто потерял хитсу. Просто за счет того, что здесь открылась чуть-чуть часть помещения. я нажал на идти сюда, но в то же самое время я промахнулся и нажал сюда. Просто потому, что я не видел, что здесь есть еще что-то. В итоге, она выходит к этому окну. Здесь стоит мент с пистолетом. И он с пистолета просто выбивает в нее всю гуну, то есть и убивает ее. Просто с пистолетика. За счет того, что я не мог понять, куда мне идти. Я не мог понять, то ли я нажал идти дальше, во внешнем, скажем так. Во внешнем периметре. То ли я нажал зайти вовнутрь здания, потому что не поймешь это. Это так нарисовано. И ты с этим ничего не поделаешь. Про машины я сказал. Про карты я сказал. Да, большинство из них сделаны доброт. Глюки. Баги и глюки, которые вы не раз, я думаю, видели в моде. Даже на форуме присылали скриншот, что в Калиста есть телепорт куда-то вот сюда, если я правильно показываю сектор G11 или же сектор E11, не помню честно, но куда-то в этом диапазоне. Телепорты странные. Вылеты, то есть недоделанные сектора. И что меня еще разочаровало, так это неоправданные ожидания от жуков. В фантастическом режиме я уже привык, что если ты включаешь в фантастический режим, жуки появятся. И я предполагал, что в Урбан Хаусе они тоже появятся. Тем более, как Эйми их описывала, это были одни из опасных противников. Я усердно закупал бронебойные боеприпасы, усердно потом начал закупать адаптеры на сотню патронов, чтобы я стрелял, скажем так, барабанами по сотню патронов. Но жуков все не было и не было. Севен пояснил, что режим на самом деле был отключен по умолчанию. И автор его отключил просто потому, что недоделаны жуки. Эйми, конечно, сказала, что ее вторая половинка хакнула эти самые жучиные скрипты, но то, что недоделанный режим, отключенный по умолчанию, меня разочаровало. Конечно, обидно, что мне не сказали про это с самого начала, потому что, если бы сказали, я бы, конечно, бы постарался, но в то же самое время, учитывая, как криво работает мод, то вполне возможно. Хорошо, что это мне не сказали, потому что было бы обидно забить столько прохождений, чтобы понять, что нельзя пройти дальше из-за какого-то недоделка. Нельзя. Это было бы вдвойне обиднее, поэтому вроде как и надо обижаться, а вроде бы как и, как говорится, и смех, и грех. Есть жуков, которые сделаны как киборги, и у них есть гранатометы, и эмки, назовем так, штурмовинтовки, падают надо, то есть предметы, которые не идентифицированы. Сами видели, что некоторые из них просто не идентифицированы. Это тоже очень, очень обидно. про балансы я уже забросал дерьмом достаточно, про вооружение бойцов противника я тоже забросал достаточно, сколько минометчиков было с разрывными минами тоже можно пересчитать по пальцам, потому что хороший минометчик может достать проблем, да и любой минометчик тоже может достать проблем. я понимаю, что АФС мог быть скажем так прототипом СДО, даже был еще один оружейный мод 7, когда мне говорил в чате, когда мы просматривали премьеру Мазаки, что был еще один оружейный мод, что тот тоже скорее всего был в самом самом начале. Я не спорю, эти косяки могут быть, но когда раздают минометчикам мины с газом, мины с дымом, мины с сигнальным дымом, вместо нормальных мин, при прогрессии в сотню, в сотню, это подключено двадцатка, хорошо, но при этом это и есть прогресс сотни, то есть должно быть уже абсолютно все, это неописуемо. Меня обвиняли в том, что я термокамеру использую, которая служит рентгеном. Я уже сказал про туалетчиков и скажу еще про термокамеру. Если она такая дисбалансная, зачем было ее вводить? Хорошо, если вы хотите облегчить игроку жизнь, введите ее в единственном экземпляре, засуньте ее в самые-самые дальние края, где ее достать будет весьма трудно. Звинтите на нее цены в 30 раз как минимум, потому что здесь она стоит 15 тысяч, 15 тысяч, которые приносят две шахты. То есть ты можешь спокойно отбить два города, те же самые Шаратон и Калиста, скататься шпионом в Дрейк и попросту выкупить эту камеру. Все. Зачем было ее вводить в продажу? Я не понимаю. Зачем было вводить Мэри? Да, я согласен, это разнообразие. Да, я согласен, что у Мэри все редкое, но в то же самое время делать Сибурку с перезарядкой в 5 очков действия, это даже если я всю намеску сниму, в 5 очков действия, буллпап, я никогда такого не видел. Отдача, да, она вроде как и есть, но хоть АФС и не очень-то хорошо сбалансирован, эта отдача не чувствуется, но в то же самое время у меня бойцы это в море прокачаны. Да и вот, смотрите, отдача 0. Хэклер Кок G15, отдача 0. Как это балансировали, я не знаю. Тот же самый дробовик АА-12, да, его надумались выдать кому-то, но его выдали предводителю контрабандистов, который на авиаполосе здесь сидит в туалете, сидит же в туалете, он не выходит, вы сами видели, он не выходил, он ничего не делал, он просто сидел с этим дробовиком в туалете с порножурналом, который лежал на унитазе. Зачем было тогда выдавать такой дробовик, этому аполтусу, который вообще никак себя не вел, что мешало его выдать бренде и вы открутите из статы, чтобы она не падала без сил с выстрелом с одного пестика. то есть вы понимаете мое разочарование, я никогда такого не испытывал, я никогда не видел такой халтуры, я понимаю, что может быть конец, уже все устали, что уже надо быстрее сдать, я могу это понять, но я могу это понять, если мод разрабатывался по заказу, если был инвестор, который торопил взять элементарно в пример одну из лучших для меня РПГ, Pathfinder Kingmaker, которая запала не в душу, но об этом потом как-нибудь. Так вот, она изначально вышла сырой, она толкнула многих, из-за жадности инвесторов она вышла сырой, но в то же самое время ее не бросили, ее доработали нормально и сейчас, как я сказал, для меня она является одной из лучших РПГ, одной из лучших. Это была первая лицензионка, которую я купил, несмотря на то, что в самом начале она так обгадилась, баги были колоссальные, здесь сколько времени прошло, ничего особо не поменялось. Конечно, писали, что мод чинили десятки раз, но это не особо видно. Даже взять танки, которые здесь были. Вспомните классику Джаги, танки были в каждом секторе у Медуна, каждый, королева окружила себя бронетанковыми войсками. Здесь ты владельца корпорации, ты можешь позволить себе эти танки. Их нету нигде практически, они встречались нам по-моему два или три раза за все прохождение. И все. Больше их нет. И вот это защищало королеву. Верно? Верно. Так что моя оценка моду отвратительна. ее спасло до оценки уровня тролль, самая-самая тяжелая оценка в Гарри Поттере. Ее спасло то, что здесь был намек на сюжет, да, его попытались сделать. Я люблю хорошие истории, не стану это отрицать, но в то же самое время, хоть здесь и обрубок, но все-таки это попытались сделать. За это уже небольшой плюсик. И второй небольшой плюсик за карты, которые в сельской местности, скажем так. некоторые, конечно, получились голыми, но это не означает, что их надо было засеивать травой, как это было в Вилдфайрах. Карточном моде Вилдфайра, я уже заговорюсь. Но да, карты вполне неплохие некоторые. Некоторые в городских условиях тоже неплохие, но баланс, баланс и баланс. Тем более, что сказали, что войска бренда очень пассивные. и финальный бой, финальная королева, ее обмундирование, назовем это, ее поведение и поведение бойцов сверхпассивное, вооружение МП5 внесли свою лепту. Теперь вы понимаете, почему я не захотел сражаться прям так в финальном бою. ну что ж, мы прошли мод, мы выставили ему оценку и теперь, я думаю, нам пришла пора прощаться. Ну что ж, ребятки, надеюсь, вам понравились мои страдания в этих 94 сериях и буду надеяться, что вы хорошо провели время. Ну а впереди нас ждут другие игры, другие прохождения, другие эмоции и с хаосом раз и навсегда мы прощаемся. Рекомендую ли я его вам? Скорее всего, нет. Если вы хотите ненапряжной игры, если вы хотите раскидывать мозгами, он явно не для вас. Потому что баланс и карты, карты и баланс две самых жирных проблемы, которые меня разочаровали. А с вами был Блэк, Блэк Винг. Удачи вам в ваших боях, командиры. И увидимся в следующих прохождениях.